ничего себе середина января трава зеленая как будто март месяц решил вырваться наконец-то с города прогуляться немного сейчас тут хорошо тихо так спокойно но тут я так понял без меня точнее до меня уже кто-то ходил или рыбаки то ли что-то не могу понять что за след то ли кабан то ли еще что то то ли какая-то рогатая скотинга вот привет всем наконец-то вот выходной решил выбраться на природу так прогуляться просто пройтись может костер какой-то развести такое одному может полазить в принципе хотел вместе с братом пройтись вот но у него не получается поэтому вот сам решился недавно конечно были выходные ну праздничные новогодние эти выходные фух устал есть пить я уже не могу господи когда же эти праздники уже закончится уже наработать что ли захотелось человеку не угодишь вышел на работу такого когда будут выходные уже все не хочу работать так что вот воскресенье так на пару часиков выйти прогуляться на набраться позитива сейчас иду вдоль в реки вдоль северского донца ну там я в принципе немного прошел сейчас он мост и он там машину оставил там кафе рядом с мостом есть охране горит и только поаккуратней смотри кабаны могут могут лазить так что ли с выводком с молодым поэтому осторожно а мной или если что хлопком спугни их не знаю поможет нет но по крайней мере какие-то вот следы есть что такое там дальше вот вот туда туда национальный природный парк там за рекой идет вот оттуда гомельшанские лесы по моему называется как-то так я хочу попробовать на вот эти холмы забраться туда на река то северский донец вода такая темная лед сошел интересно будут в принципе на повороте течение интересно на когда морозы были замерзала тут или нет сейчас тут течение там он рыбак какой-то есть на лодке на на резиновой плыл вот так что вот так какая красивая дорога так в ярку еще умудрился кто-то ездить по ходу недавно ну я не могу понять то ли грузовичок типа газон какого-то то ли уазик вот ну это надо быть сумасшедшим он земля мокрая снег мокрый толстый слой снега наверно значит сейчас поднимусь сюда и пойду по этому краю ярко пойдем пойдем здесь посмотрим на все это сверху умный в гору не пойдет умный гору обойдет по ходу пословица не про меня поперла меня на верхушку холма он я сверху это не господствующая высота вон там бы выше холмы есть но по снегу уже не охота как бы ползти туда он долина видно не знаю через камеру наверно хуже будет видно долина возле реки там за долиной населенный пункт на опушке леса там сосновый бор по моему он он находится сосновый бор внизу вот этот я поднялся вот оттуда вот эта дорога пролегает такое сейчас надо найти место возле для костра распалить костерчик развел костерчик помочиться пришлось лес сырой хоть сухих таких и деревьев и веток много но сырой лес пришлось по моему этот взял я вон там это сосны несколько штук растет взял там сухие иголочки веточки у них бы но не обошлось каюсь не обошлось без сухого спирта не так взял маленький кусочек сухого спирта чтобы распалить а чтоб дала это жару чуть-чуть и пошло но у меня наборчик такой есть это также для себя собрал на всякий случай хай валяется как как игрушка так садимая тут кремний спички в полиэтилене растопка всякая всевозможная такой с собой там кинул рюкзак на своих знаке случай обычно нам получается развести костер там сухой травы и там еще что-то сейчас без спирта не обошлось хочу кашки разогреть меня есть каша с тушенкой гороховая я ее когда-то пробовал довольно таки неплохая каша хочу разогреть на кострике там вдалеке какие-то звуки то ли выстрелы то ли дерево кто-то рубит но так они в принципе редкие и глухие я охотничье ружье уже до миллион лет не слышал как стреляет поэтому узнать не могу и собаки слышно гавкаются то ли бродящие то ли кто-то с собакой лазит разогрею разрею кашки я тут уже где-то пару часов пока лазил пока это костер развел вот так консерву да простят меня любители ножей еще ножом консервы скрываю у меня открывашки нету уже вкусно можно не разогревать он и так выглядит это консерва каша гороховая но не пюре получается кусочками мяса он мясо смотрите кусочками сейчас разогрею в котелке под котельники разогревают в принципе котелок в нем суповой набор так сказать сахар чай о ничего себе я даже забыл я даже подсолнечное масло он в бутылочке в такой ношу с собой не тебя себе я забыл про это что тут у меня еще есть его в принципе уже давно не не доставал в этой баночке у меня кофе растворимый в этой баночке походу наверно соль в этой соль чашка металлическая чайка попить того же как да это и гречку с собой нашу кашу сварить можно прямо в пакетике бросаешь пакетик я вы этот где-то в октябре варил один у меня было два варил один хавали ничего так на костре каша и тут что еще на собой нашу травки всякие приправа что такое тому суповой на суповой набор в котелке опа у меня залет я ложку не взял и обалдеть блин буду есть ножа буду злым как там приметах то есть ножа тут будет злой блин я вообще считал не проверил вот что значит не проверил думал что оно лежит я походу наверно с прошлого раза как я выложил помыл и не положил на место да такая фигня малята ну ладно ничего прорвемся хлеб взял ложку не взял как так можно что-то такое но внизу тут юшка ой точнее получается вверху консервы как бы жидкая а в самом низу уже каша такая плотная костерчик поставим лук разогреется чуть-чуть а вот тут даже лавровый листик есть половинка как так можно было ложку забыть ну я себе не представляю каша начала кипеть подлива в ней помешать в принципе она еще не разогрелась так по краям он в середине прохладно блин какая вкуснятина жарко над костром блин вообще как хорошо тишина спокойствие такой ветерок в принципе не ощущается но он есть но судя по дыму который дымок гуляет в принципе ветер есть мы на так вообще кайфово тихо спокойно нет суеты в этой городской внизу там небольшое болото там под низом холма вообще когда-то в детстве спор у меня был то есть я в как бы всю посередину там сказать детскую свою жизнь считал что идти под горку это идти наверх а потом как-то у меня с другим этом одноклассникам со своим начался спор что вот он говорит идти под горку это идти вниз ну путем долгих споров и логических размышлений мы пришли к выводу что идти под горку это в принципе идти к подножию горы в зависимости по какому направлению ты идешь если там например идешь с горы вниз ну к подгорку то это вниз а если ты там с долины где-то под основание горы идешь то это значит идешь можно сходить вверх вот ну на том и порешали так что не знаю правильно или неправильно но вот считаем так с той поры считаю так под горку это значит вот туда к основанию идти тихо там вон вообще вдалеке там там трасса есть там вдалеке слышно как машины едут и собаки там там в селе галкают мы вообще классно интересно как по направлению получается взять компас куда сейчас лицом стою нет получается я смотрю на вот так примерно на восток вот это строго на восток судя по компасу север туда восток туда соответственно юг там и за моей спиной запад пока размышлял и философствовал каша начала котелку пригорать все будем снимать такая каша у нас сейчас поставим в кружечке водички и забодяжим чайок я без фанатизма снег растапливать пока еще не намерен с собой воды взял и хочу попробовать хочу попробовать силовых сосновых веток чай сделать надеюсь жив потом буду после этого со мной ничего не случится в принципе люди не жалуют горят нам витамина c в него много так далее там разных способов но несколько способов его приготовления одни целиком бросают другие рубят я всполоснул иголки вот вот сейчас накрошу что получится у меня жалко накрыть сейчас нечем ай блин острый не острый а палец как кацанул уже хай закипает водички не чуть-чуть чисто на пробу как она будет а пока поедим кашки блин это же надо было ложку забыть приятного аппетита закипела надо убирать хай настаивается так взял остатки каши разогреть сколько тут пятьсот пятьдесят грамм пол килограмма каши мы сейчас на природе хорошо каша пошла я помню когда банку на двоих с братом разделил так мы ели его топтали а это тут сейчас в одно лицо банка ушла сейчас надо будет накрыть этот чайок и хай настаивается вот и мы попробуем чай из сосновых иголок тоже порезал себе палец хорошо этот подсумок медицинский себя взял с собой кинул хоть пластырем залепил я такой каша в принципе ничего это я к чему так предыстория каша в принципе ничего бы он классно вкусно ну как по мне соли не хватает мне вообще-то ругаются на меня все живут что ты столько соли есть ешь потом на старость будешь страдать вот и как бы не чувствовал что палец по и порезала ну давай кашу солить к щипит полез за пластырем ты и вспомнил когда-то оказывали первую помощь порезался сноубордист там на лыжной горе и этот я ему говорю давай этот лейкопластырем залепим все этот закроем рану залепим он такой то нет у меня аллергия на на то ли на клей то ли на материал который из которого делает это лейкопластырь это я тогда недавно буквально получается узнал что оказывается есть аллергия у людей на этот на вот этот лейкопластырь у меня сразу набухает и напухает это место вот слава богу у меня не аллергии никаких нету если не представляю как люди так живут дым пошел у меня друг был я с ним учился так он у него аллергия была на тополиный пух это вот июнь июль месяц это все хана он чихает плачет вообще невозможно жить так вот ел таблетки противного аллергийные но у них побочный эффект был спал он вот круглые сутки спал это даже преподы преподаватели сначала ругались разного на паре начинает засыпать а потом мы же мы объясняем что так и так аллергия человек это из-за таблеток то уже не обращали на него внимание ну что попробуем чайку минут 20 уже прошло он в теории должен настояться запах такой вареный вареной сосны вот так она выглядит все сейчас попробуем без иголочек налить попробовать без сахара если понравится досыпаем сахарку ну бы я даже не знаю какой-то специфический такой вкус что-то среднее между чаем и сухофруктами и компота и сухофруктов то в принципе ничего так можно такой я походу либо я наверное не сильно как бы крепкий заварил или он не настоялся не до настоялся ну тогда что то такое среднее нам между сухофруктами и чаем так что то так если смешать чай и сухофрукты то такой вкус напоминает как давно хотел уже этот чай попробовать из сосновых иголок наконец-то у меня руки дошли хорошо что я выбрался сегодня все попьем чайку наведем порядок тут двинем дальше порядок за собой навел костер снегом закидал мусор забрал с собой не будем засрать матушку природу вот мне вообще повезло вон так я когда с них откопал я так понял что я попал на когда на старое место какое-то тут уже костер был так что можно сказать что я нанес в природе минимальный ущерб вот пойду еще прогуляюсь вдоль реки слава богу сейчас надо будет идти вниз туда в долину пойду прогуляемся посмотрим как там возле реки и можно будет возвращаться назад мне вообще в принципе нравится вот так по бродить где-то с рюкзаком за спиной мы он классно за одну за одну тесте будем как моя моя снаряга так сказать под сумки где мои как работают бы на какие недостатки у них есть вообще ли если смысл все что то шить будет ли она работать и вот это за спиной с рюкзаком бы вообще как бы любитель так походить пешком вот такой там где нет людей в принципе как бы сам не сильно люблю мне больше нравится с кем-то там потому что пообщаться можно опять следы чтобы пообщаться с кем-то сейчас вот сколько это около нуля там 0 плюс 1 мокрый снег тяжело идти и и жарко ну в том плане что рюкзак спина под рюкзаком потеет очень сильно но на мне сейчас одета майка тельняшка комплект термобелья кофта свитер шведской армии ну и вот это ветрозащитная британская курска еду она нас пока дошел там до стоянки все спина мокрая вспотел раз переоделся тельник снял флиску мне в рюкзаке флиска флиску отдел и вроде бы как бы спиной каструсил нагрелся все сухой главное чтоб сухой был и ноги сухие были сейчас у меня уже ноги мокрые вот это наверное следы кабана похоже как шел вдоль реки вода такая свинцовая тут поворот и течение он а тут вода стоит небо отражается деревья с той стороны красота все буду возвращаться уже назад через пару часов потемнеть должно я доволен что я выбрался с утра идти не идти бы погода такая снег мокрый как бы но я доволен что прогулялся классно вообще когда так разгрузился что ли после рабочей недели и как бы подведу подведу итог прогулки точнее как бы совет личный личный если можно выходите как можно больше на природу то есть не сидите дома там несмотря на на погоду не сидите у компьютеров мониторов там телевизоров своих зомбоящиков вот выходите прогуляйтесь просто или я не знаю на горку с детьми на санках покататься или просто прогуляться на лыжах там выходите на каток если есть у кого каток не сидите дома не продавливайте свой диван потому что тут реально классно в любую погоду в любое время года здесь здесь классно все большое спасибо за внимание надеюсь мой ролик понравится все всем пока пока и удачи